Добрый день! Проблемы, которые возникают о юридических вопросах. И, как видите, вот эти наши уважаемые гости все прекрасно вам расскажут. Вы можете задавать вопросы. Телефон 3190, у нас прямой эфир. Если вы не знаете, с чего начать при покупке квартиры, дачи, если вы купили где-нибудь латифундию, а выясняется, что там не так намерены гектары, все это можете задать вопросы по этому поводу. Вам прекрасно дадут консультации. Так, сегодня мы говорим о недвижимости. И представлю гостей нашей студии. Это Ирина Миронова, заместитель руководителя управления Росреестра по Тверской области. Это Ольга Михайлова, директор агентства недвижимости «Бродвей». И Ирина Зубкова, юрист, она у нас неоднократно приходила в качестве независимого эксперта, оказывала нам любезно свои юридические услуги в прямом эфире. Дамы, добрый день, спасибо, что нашли время прийти к нам в эфир. Дамы, мне вот интересно, касаемо вообще в целом рынка недвижимости, а что чаще всего покупают сейчас вообще? Ну, вторичное жилье, конечно же, покупают. Мне кажется, за многие годы вообще не поменялось ничего. Вторичное жилье как пользовалось успехом, так и пользуется. Новостройки у нас, люди немножко испугались скрощитов, но кто-то боится, то есть население делится пополам. Кто-то боится, кто-то не боится и готов покупать. В основном идет вторичное жилье. В период пандемии у нас очень прям спросом пользовались это дома, СНТ. Дома? Да, да. А типа все, чтобы в эвакуации на сохранение, да? Да, да, да. Что подальше? В развитии почему пользуются, наверное, садовые дома, да, в садоводческих товариществах. У нас возможность там прописаться появилась с принятием 217-го федерального закона, если, конечно, такой садовый дом является жилым домом. И поэтому, да, мы тоже так же отмечаем, вот рост, вот именно количество сделок, садовый такой недвижимость. То есть теперь хижина дяди Тома может стать нормальным жильем? Нормальным жильем. Если соответствующее решение будет принято органам местного самоуправления. А то есть председатель СНТ вправит принять или это должно сельское поселение? Нет, это сельское поселение. Администрация, если там есть коммуникация, то есть позволяет он, да, они могут принять такое решение. Кстати, Ольга, у меня в связи такой вопрос. А не получится ли так, что дачи могут подорожать? Потому что, известно, почему, насколько я знаю, до недавней поры люди строили иной раз на дачах дом, потому что участок там дешевле, чем обычный нормальный участок, где-нибудь там, участок в секторе или в пригороде. Не получится ли так, что под эту лапочку... Оно уже получилось, что оно выросло в цене, пусть незначительно, но выросло в цене в связи с этим спросом, который появился. Я бы так сказала, скорее всего, садовые поднялись в категории земли из деревни. Они были ниже категории, то есть деревни были чуть подороже, теперь они на общем уровне. Что садовые, что деревни, жилой дом, они теперь одинаковые стоимостью. То есть такая смычка, правда, не гордость деревни, а дача из деревни. Дача из деревни, да. А вот для понимания тоже телезритель Москов сейчас средний дачный участок стоит? Ну, это в зависимости от расположения, опять же, все равно городу. Калининский район, на двери. Ну, дача, смотря в каком состоянии, опять же. Ну, где-то в среднем, ну, от 900 до полутора миллионов. Это, скорее всего, 900, но я вот так вот примерно по рынку, ну и сама недавно там смотрела, покупала. Где-то вот 900, это земля, с таким не очень... Не очень. Садовый дом, скажем, это не жилой, как садовый дом. Если там уже что-то приличное, и даже если он как садовый, но не сделан жилым, но тем не менее построен, ну, как его уже сейчас строят приличное, с коммуникациями, это уже к 2 миллионам. То есть в среднем цена вот такая. Это 6 соток? В общем-то... Там может быть даже и меньше. Да, это есть 4,5, да, 5 соток. У кого-то бывает 10, я смотрю, 2 участок. Ну, это уже шикарно, да. 12 соток, участок, ничего себе. То есть хотите сказать, торопитесь, торопитесь, кто хочет переехать за город, берите сейчас, потому что потом цена будет такая же. Но они меньше не становятся. Они меньше, они только выше становятся. Они даже с каждым, скажем, каждые 2 недели идёт какое-то повышение вот на эти земли. Вот, и сейчас ещё, по-моему, процент увеличился за счёт сельской ипотеки, что её тоже там дают на это. То есть пошло, что, возможно, сельская, там, правда, очень мало выданная, я так поняла, ещё кредитов там... Практически. Да, там практически несколько, но кто-то уже пытается. Ну, это очень долгое одобрение, поэтому люди, многие не дожидаются до конца одобрения. Но оно искусственно, как бы, вот маленькая цена, чуть-чуть, плюс ипотека сейчас 6% встала. Ну, это опять же, ипотека, это льготная ипотека, она идёт для новостройка. Она не распространяется. И новостройка, да, пошла. То есть у нас маленькая динамика всё равно сюда идёт вверх. Для домов это вот в основном сельская ипотека, да. А, кстати, насколько считать большую проблему, вот это то, что под эту песенку, под льготную ипотеку заметно выросли цены на жильё. То есть я много читал, и то на то и получается. Вроде сделали, чтобы ипотека была доступнее, но, может, проценты меньше, но квартира стала дороже. Причём вторичка в том числе под эту лавню. Вторичка, да. Вторичка даже, мне кажется, больше всех начала расти. Я могу прямую разницу по своей квартире. Если я её два года назад, двухкомнатную продала с индивидуальным отоплением, там, 3,5 миллиона, это был потолок определённый, потому что выше не брали, ниже, ну, как бы, всё. Сейчас у меня друзья в этом же доме, в соседнем подъезде, взяли точно такую же квартиру с планировкой, 4,5 миллиона. То есть за два года, вот, миллион, это вот совершенно, вот, как бы, цена, которая реально выросла. И толк от этой льготной ипотеки? Льготная ипотека, она всё-таки даёт о себе, да. Вот мы вот говорили, что особенно в октябре у нас выросло большое количество обращений именно с регистрацией льготной ипотеки. То есть люди берут, очень то, что она действует всего, пока её не продлили. Вроде говорят, продлят. Продлят. Ну, продлят. У нас так же, как и дачную амнистию, каждый год продлевают, наверное, это такая же тоже будет, весёлая, хорошая история для льготников, которые вот могут оформить льготную ипотеку. Спрос идёт. Весёлый, в смысле, в кавычках? Нет, весёлый, вот именно такая положительная. Ну, такие процентные ставки, да, там, 6,5-6,1%, наверное, не любая кредитная организация, да, с молодым семьям, это, наверное, всё-таки очень выгодно. И мы ждём всё-таки ещё и развития и сельской ипотеки, да, вот, как раз вот за счёт приобретения так называемой бывшей дачной, садовой теперь недвижимости. Поэтому... Ну, она стала сейчас даже, вот, последний даже месяц, в декабре, она стала развиваться, сельская ипотека, потому что Сбербанк, ещё как они, квоты выделяют, да, они выделили, и сейчас вот прям... Ну, может быть, практику стаканится, да, может, требования чуть-чуть, то есть со временем это, если развитие даст, то, опять же, земля с недвижимостью маленько, скорее всего, подрастёт. Это в рынке, потому что возможность доступа будет проще. А зарплаты не растут? Ну, это уже... Ну, это уже не... Это общий экономический спрос, ну, в общем-то, плюс нестабильная ситуация, люди пытаются тоже вложить что-то, ну, использовать шанс, да, какой-то для приобретения, раз он появился. Ну, почему нет? А как Вы относитесь к заявлению Набиулины? Она как раз опасается ипотечного пузыря, и наоборот, вот, на той неделе она сказала, ну, это, кто не знает, это руководитель нашего Центробанка федерального, Ливера Набиулина сказала, что надо как раз ту лавочку закрывать, да, побыстрее. Как Вы думаете, закроют? Я думаю, что нет, потому что спрос на ипотеке не упал, он, особенно к концу года он растёт. Все хотят себе сделать новогодний подарок. Все хотят новогодний подарок, да, себе сделать. Традиционно к Новому году, да, растёт количество обращений везде. Особенно 31 декабря. 31 декабря, да. Ну, последний день, да. Кому надо, вместо того, чтобы нарезать салат, оливье, побежать в госреестр или в госреестр? К сожалению, вот это такая какая-то особенная ситуация, при которой я вот уже сколько лет наблюдаю, давайте зададим 9-го. Нет, мы будем 31-й. Я даже помню прекрасно не прошлый, а позапрошлый год, когда вместо, я не помню, или позапрошлый, когда был рабочий день, а заграничный, вместо того, чтобы резать салат, я с людьми шла, и это очередь, это бешеное количество народа. Мы в 6 утра там куда-то бежали, мы всё рассчитывались, люди пытались снять деньги. Это паника, это пробки везде, это нервы. И я вот еду и понимаю, зачем. Давайте 9-го. Нет, мы хотим Новый год встретиться. С свидетельством, с выпиской из ИГРН, чтобы было, да, чтобы сердце успокоилось. Это тенденция. Я вот 20 лет работаю в системе регистрации. Это вот и каждый год, вот на протяжении 20 лет, конец года, конец декабря, люди в панике начинают либо приобретать, почему-то считаю, что вот если я подам документы даже на регистрацию 31-го декабря, мне будут какие-то, может быть, налоговые льготы, либо там Дед Мороз мне подарит более хороший подарок. Вот, поэтому ожидается, ну, хотелось бы, да, вот и предостеречь вот в эту такую эпоху, да, сегодняшних наших реалий. Всё-таки, наверное, не надо торопиться, правильно. Можно отложить до 9-го января, не создавать очереди, не создавать панику. Мы остаёмся на местах, никуда мы не уходим. Да, я бы просто к этому добавила. Тут как раз получается, что сфера мошенничества в этом плане увеличивается сразу. То есть вот это горящие глаза, не видящие ничего. Всё, давай, мы сдадим 31-го, деньги давай сейчас. Люди даже не читают, что они подписывают. То есть вот это вот просто снимание с карт, вот это массовое. И тут получается, потом идёт регистрация, потом что-то выясняется. Никто толком бумаги не смотрел, никто не видел, что там доверенность отменена и так далее. Не знаем, что человек там. Это вот как раз появляются те люди, которые начинают. Прямая сделка, там ещё что-то. То есть они ловят вот на этих... Написанные люди, да? Да, то есть это вот начинается, ловится на психологическом моменте. Да, мы уже перебью, потому что мы должны сейчас побыстрее выпустить рекламу. Не переключайтесь. В эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о недвижимости. Задавайте ваши вопросы. Телефон 3190. Мы говорим о том, какие проблемы возникают при покупке того или иного объекта недвижимости. А это может быть не только ведь квартира. Кто-то покупает себе дачные дома, кто-то покупает просто земельные участки. Как избежать каких-то проблем у нас сегодня в гостях? Как, соответственно, председатель и Росреестра, и агентств недвижимости, и просто юрист. Поэтому звоните, если есть какие-то вопросы, если у вас какая-то ситуация, может быть, неприятная даже, в которую вы попали. А может, наоборот, хотите, например, Росреестра похвалить, к примеру, или там юристов наших тверских, замечать за то, что вам помогли. Пожалуйста, тоже можете позвонить и высказать ваше мнение. Итак, возвращаясь всё-таки к льготной потеке. То есть вы думаете, не отменят? Я думаю, что не отменят. Даже в июле? Вот сейчас продлят? Да. Я думаю, что ещё продлят. Ну, думаю, что при наличии общей экономической ситуации людям надо давать возможность движения. Движение должно быть. Поэтому я думаю, что в ощущении, что сейчас у нас там, да, и следующий этап экономический, да, там, определённой пандемии и так далее, на весну говорят, что будет тоже нестабильное. То есть нельзя ограничивать народ во всём. То есть это приведёт, как бы, к лишним, ну, скажем так, волнениям, да, увеличения, там, как это в уголовном праве называется, преступности, там, напряжённости, психологической. Не дали мне ипотеку, пойду, ограблю кого-то. Чего-то настроение плохое, да? На самом деле такие вещи есть. То есть у человека бывает ситуация не то, что он сам по себе там плохой и так далее. Он просто может быть загнан в угол, например. Там не получилось, там квартира, там коммуналка, тут что-то случилось, там, не знаю, развёлся, купить не может, разъехаться не могут, скандал и так далее. Вот семьи, например, развелись, квартира одна, поделить её физически нельзя. Возможность есть у одной стороны выплатить, взять ипотеку, купить себе даже ту же комнату, съехать. Не может, может потянуть определённые проценты. Ну, снимут эту льготную, что-то у неё не получилось и так далее. Остаются в этой квартире, поругались, и мало ли, ситуация вышла из-под контроля. То есть это не потому, что люди, как бы, просто бывает определённая жизненная ситуация, при которой она находится. И поэтому людям надо давать возможность, ну, как бы, выхода из неё любыми путями. Если даже вот такая финансовая помощь, возможность взять льготную ипотеку, при которой платёшь, пусть на 20 лет, но будет меньше, чем при обычной 10-процентной, человек на это пойдёт. И могу сказать, что вот по последней, за эти время, когда это включили, в частности, вот льготная появилась ипотека, по семейным разделам, больше пошло договорённости мирных. Потому что одна из сторон понимает, что она может воспользоваться этим правом, она это, ну, скажем так, финансово потянет. Поэтому у меня даже быстрее миром договорились люди, разделили, потому что кто-то кому-то выплатил, у человека появился первоначальный взнос, он там пошёл, что-то себе взял. И семья сохранилась. Да, и, на самом деле, хорошие отношения сохранились, они вышли, они разговаривают. А мне тоже, давайте вот тоже телезрителям для понимания, допустим, берём, условно говоря, до льготной ипотеки и прочих равных, человек, допустим, брал квартиру и, условно говоря, брал, допустим, там, ну, пусть на 20 лет, допустим, там, насколько льготная ипотека в среднем помогает сократить этот срок? Ну, я вот, например, скажу просто, взял миллион, ставка 10 процентов, на 20 лет платёж 10 тысяч рублей, взял 2 миллиона, платёж 20 тысяч рублей, если сейчас ставка 6 процентов, то, естественно, взял миллион, 6 тысяч рублей, 2 миллиона, 12 тысяч рублей. Не 10, а 6, не 20, а 12. Смотрите, какие дамы у нас замечательные, считайте, калькуляторы, невероятные в голове, раз, и чётко понимаете, то есть, льготная ипотека получается в действиях. А вы верите, кстати, тоже сегодня такое было заявление как раз, что, дескать, нам нужно проценты по ипотеке привести к европейскому уровню, дескать, нашей инфляции почти как в Европе? Я сегодня слышал, читал, точнее, в интернете, типа, мы должны, что, 4-5 процентов, чтобы было. Ну, это было... Это реально? Да, ну. Я думаю, что и нам долго. У нас в условиях, когда у нас то кризис, то санкции, то ещё что-нибудь, что война где-нибудь. Наверное, это не наша, скажем так, модель, маленько не наша. Во-первых, да, и страна у нас большая, да, и разные там условия. Но в Европе надо смотреть, да, у них 3-4 процента. Но надо понимать, что квартиры там в евро, если переводить на наши деньги, они в три раза дороже. То есть... У них зарплата в три раза наша дороже. Ну, то есть, да, у них другой уровень, у них другая система там подхода. Тут дело в процентах. Проценты говорят, что у нас инфляция почти европейская. Значит, реально снизить или вы не верите в это? Я не верю в это, мне кажется, у нас, если и снизят, то не до таких, конечно, процентов. Там 4-5, как в Европе. Ну, а сколько? Вот 6,5 уже? Ну, 6,5 уже. Но, опять же, 6,5 на новостройки, да, 6,1 на 6,5 тоже максимально на новостройки. Но, может быть, 6 и это останется. Но не 4,5. То есть, 6 это пик? Ну, я думаю, что да. Опять же, это же подтолкнуло определенную экономическую ситуацию. Это не из-за снижения инфляции мы ушли на 6%. Мы ушли потому, что вот вся страна, да, ушла в определенные экономические условия. И в которых нужно было в том числе поддерживать рынок. Я не знаю, что именно плохие экономические условия. Слушайте, определенные, ну, как чиновники, чиновники любят так, определенные факторы, определенные ситуации плохие. Ну, не хочется, да, так говоришь? Не хочется. Это, понимаете, три раза сказал плохо, а оно и плохо. Мы, как сказать, не нужно, скажем, мы все прекрасно понимаем. Но надо сохранять определенные, да, настрои. Говоришь хорошо и случается хорошо. Хорошо. А у нас сейчас случился хороший такой факт, нам звонит телезритель. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Слушаю ваш эфир и хотелось бы поделиться своей историей о покупке недвижимости. Слушаем вас. Мы с мужем в 17-м году купили пару земельных участков у нас на Прудном. Получили разрешение на строительство, начали постройки различные. И через год у нас выяснилось, что земли в 92-м году были приобретены незаконно. Записи в архивах не сохранилось. И якобы свидетельство о собственности поддельное. И все дальнейшие сделки через суд были признаны недействительными. Хотя мы перед покупкой обращались в Росреестр, все участки были там внесены, никакого обременения не было наложено. Все чисто прозрачно. А в итоге все признано недействительным, все сделки. Мы проиграли апелляцию, касацию. Везде отказ. Земли незаконно убыли у государства. И по решению суда у нас изъяты в пользу администрации Калининского района. А деньги вам вернули? Нет. Продавец объявлен банкротом. Скажите, а вы пробовали как-то апеллировать к чиновникам, которые подписывали? Ведь администрация же подписывала, все эти под сделками попись ставили. Ну, во время судебного разбирательства обращались мы к губернатору. Дмитрий Михайлович нам объяснил, что идет судебное разбирательство. И все решения принимает суд. Администрация сказала, что земли нам полагаются теперь только в виде выкупа торгов на общем основании. Почему на общем основании, если объекты недвижимости есть? Мы не имеем уже к ним никакого отношения. Решением суда мы лишены простой комиссии. Так, чтобы по земле строительство было осуществлено ими с разрешения администрации. У нас нет разрешения на строительство. Да, соответственно, сделки по земле ушли. Спасибо вам за звонок. Да, ну прокомментируйте, пожалуйста. Ну, здесь такая ситуация, она, скорее всего, нестандартная. То есть это не массовый такой характер носит для Тверского региона. Действительно, имели место случаи подделки ранее когда-то выданных свидетельств. Да, там, когда практически они на коленке писались администрациями сельских поселений. Они проходили регистрацию или не проходили регистрацию в земельных комитетах. Но закон их приравнял к записям в Едином государственном реестре. И, соответственно, регистратор не проводит, да, он не запрашивает какие-то документы. Если бы я даже и запросил, все равно бы, наверное, что-нибудь в администрации сельского поселения нашлось. По факту сейчас выясняется, что не имел права, да, на тот момент глава сельского поселения выдавать, предоставлять этот земельный участок. Вот это вот история, которая была до создания системы на тот момент учреждения юстиции. Когда система регистрации была разрозненная по всей стране, да, по нашей. В 2000 году, в 1999 году, простите, на территории нашего региона в конце 1999 года появилась единая система. Появилось такое понятие, как проведение правовой экспертизы. Но на ранее выданные документы она не распространялась. То есть правовая экспертиза проводилась по вновь издаваемым, по вновь подписываемым документам. Все, что было сделано до, оно приравнивалось, имело юридическую силу и приравнивалось к записям ЕГРН. Прекрасно, я понимаю, но кто ставил подписи? Органы власти ставили? Да, понимаете, они ставили, да. Понимаете, у нас не советская власть, которая, помните, пришла в 17-м году, сказала, мы к царской власти, отношений не имеем, и долги, и все, до свидания. Есть правоприемственность. Органы власти должны отвечать за свои дела. Не важно, что это был предыдущий чиновник. Должна правоприемственность. Роман, ну здесь, смотрите, здесь прошли практически все судебные инстанции, да. То есть сейчас, не видя никаких документов, не видя того же самого решения суда, почему суд принял такое решение, на каких основаниях, почему он отказал, по сути, добросовестному преобладателю, да, в признании права. Здесь какие-то таблетки прописывают. Я согласен, это как покупка кратной картины, может быть, но пусть государство вернет им деньги и расплачет свои косяки. Понимаете, органы власти накосячили. Это, скорее всего, вопрос в другом. Я услышала в обращении такую фразу, что свидетельство такое не выдавалось. То есть у меня так это проскочило, что очень много, я могу сказать, то есть были у нас тоже, мы оспаривали сделки. Люди, которые покупали, вот это и есть свидетельство. Вот о чем, в принципе, вот как бы сейчас говорим, да, они были на простом бланке с подписью. Иногда было, что на один и тот же земельный участок эти бланки... Вдавалось несколько. Несколько. Либо кто-то, это муж с администрации, эти бланки с подписью там забрал, вписал. Как это было, кто с кем договорился, и получилось так, человек держит живой бланк. А по книгам там, о выдаче и постановлениям этой фамилии нет. И он идет на регистрацию, бланк живой, подпись живая. Человек, которому даже я, принеси мне этот документ и так далее, я вижу, основания для сделки есть. И так далее. Иногда посылаем постановления с выпиской, да, там брать. Но были и такие у нас в Тверской области уникальные личности, которые умели еще и постановления принести с подписями. И как там в архиве это получилось, никто не знает. И в этом проблема, что и не тот, кто купил, не виноват. И тут, получается, государство пока создало систему, которая отслеживает все по России. А там была администрация Калининская, у нее свой архив. Тверская городская палата, у нее свой архив. То есть не было единого... А это не проблема людей, это проблема государства. По сути, это мошенничество, за которое должен отвечать этот человек, который продал. А он банкрот, он использует другую процедуру. Лена, Лена, согласитесь, подождите. Одно дело, когда на рынке вместо кролика кошку продали, сделка вот, что называется, тет-а-тет. Понимаете? Одно дело. А другое дело, когда сделку заверяют органы власти. Вы же заверяли, ребята, а вы куда смотрели, что это мошенник? А вы куда... Мы не знали мутные времена, 1992 год, а это ваша проблема, куда вы смотрели. Люди заплатили, понимаете, я так понимаю, ведь это люди не миллионеры. Это не Дональд Трамп, позвонил, точнее, Милане Трамп, женский голос. Для которого это, ну, подождь, там, сколько-то сот тысяч. Людям, наверное, я думаю, единственные деньги. И они их лишились. То есть вообще лишились просто. У людей, я так понимаю, трагедия вообще. Просто они лишились больших денег. Я уже молчу мечту про загородный какой-то домик и так далее. И ничего. То есть государство, я, конечно, может, ошибаюсь, должно расшаркаться. Подешиво, оказывается. Да, извините, мы были не правы. Мы, конечно, у вас земли изымаем. Ну, вот вам эта сумма, понимаете? А государство умыло руки, как Понтий Пилат. Сказал, ну, да, вот так накосячили, но я считаю справедливо. Ну, Роман, ну, вот то, что, да, вот конкретная ситуация, опять же, не в виде судебного акта тяжело говорить. То, что сейчас у нас происходит в системе регистрации прав на недвижимость, у нас появились гарантии. У нас появилось понятие компенсации за утрату имущества. То есть теперь орган регистрации прав, если по его вине добросовестный приобретатель был лишен права собственности, отвечает казна. А почему нельзя распространить на закон? Закон, да. Как он принялся, он вступает в силу, если не отдельно не распространить. Я понимаю закон, а в соответствии с какой логикой приняли вот такой, мне интересно, закон? Ну, потому что такие практики по России есть, да? Есть, конечно. Нет, я понимаю, почему не распространили на вот эти все случаи, начиная в основном реестре с 92-го года? Ну, мы не законодатели, да, здесь вопрос, наверное, не было. А вы можете законодательную инициативу принять в Росреестре? Управление Росреестром не является... Федерально, федерально. Ну, попробуем. Давайте сразу это все-таки закончим. Скажите, вот этой женщине, своей мужу, можно как-то помочь? У них есть хоть какие-то шансы? Или уже теперь все? Верховный суд решил, апелляция отклонилась, и все? Ну, если суды приняли решение, опять же, есть такая возможность, да, в суде, это подача иска о признании, да, добросовестным приобретателем. Не знаю, как бы подавалось, не подавалось, но, скорее всего, подавалось. Если суд и не признал, потому что были решения суда, где признавались добросовестные. Опять же, есть нюансы, да, как выдан был документ, вообще он существовал, нет. То есть, тут нюансов много в деле. Если суд принимает решение, суд тоже, вы поймите, они не нацелены на то, чтобы вот отказать, и все там всех. Они тоже исследуют, они тоже пытаются помочь, найти им тоже, ну, при обычных условиях, им жаль людей, которые попали, они пытаются ситуацию максимально, да, развернуть, чтобы и так далее. Ну, есть разные судьи, скажем так, есть те, которые не совсем, да, не в обиду. Ну, соответственно, есть первая инстанция, вторая, есть касация сейчас в Москве, да, еще три судьи опять это дело смотрят, и опять же, нововведение, да, с 19-го года. Я так поняла, тут только было две инстанции, можно вверховывать. Да, то есть касация сейчас очень неплохая инстанция касационная в Москве, ну, просто скажу по практике, очень много смотрят дел и подробно смотрят. И опять три судьи садятся не просто формально, а именно все коллегиально еще раз просматриваются, и очень много положительных от них решений получено. Поэтому нужно пробовать. То есть еще можно попробовать? Если не закончено, ну, как бы, скажем, движение. Человек, может быть, считает для себя незаконченным. Это, опять же, право каждого, да, заставить нельзя. Это совет. Советы по касационной инстанции пройти. Из-за последней практики, я еще раз говорю, есть очень много положительных постановлений, которые привели к возможности пересмотра дела. Поэтому это совет. А уж, как бы, использовать его нет, решают сами. Если другого варианта нет, то сохранить у них никто не сносит объекты недвижимости. Они построены, видимо, с разрешения, как положено. Стоит вопрос, что они, видимо, второй раз будут платить за выкуп, за получение земельных участков. Они бы могли взыскать то, что потеряли из должника, но он сейчас, опять же, в основном законе процедуры банкротства. Насколько верно, если люди скажут, я хочу купить землю или квартиру, там, что угодно, но не пойду в агентство недвижимости, к примеру, все самооформлю. Стоит ли вообще заниматься самодеятельностью? Ну, когда ты сам, это, конечно, чревато. Почему? Потому что, когда покупают дом, неважно, квартиру, во-первых, там могут быть собственники, бывают предыдущие собственники вообще прописаны. Бывают, когда с помощью ренты продавали, и там еще право пользования даже сохраняется. То есть мы, как агентство, мы это все проверяем. Мы проверяем там до пятого колена, скажем так. Ольга, извиняюсь, я перебью, у нас телефонный звонок. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мой вопрос может быть не в тему, но тем не менее. У нас есть гараж в собственности, а земля под ним принадлежит городу. Слышалось, что принимается закон об амнистии гаражного контратива, что это значит, во-первых. И вот что, однажды нам предложили оформить землю под гаражом в собственность. Мы обратились в риоторскую фирму, чтобы узаконить землю. Но в итоге городская администрация отказала оформление в собственность, а предложили взять землю в аренду. Ну, я не помню, 20-25 лет надолго. Мы согласились. И вот уже много лет мы платим в город за аренду земли под гаражом. Заканчивается аренда в 2024 году. А вот что делать дальше? Опять оформлять аренду или уже платить за землю в кооператив? Ведь не все владельцы кооператива оформили аренду на землю. Они, видимо, оплачивают за землю в кооператив. Как правильно в этом случае быть? Ну, в общем, там же еще дороги в кооперативе общие. Я не знаю, как. У меня муж ходит платить, гараж на мне, муж ходит платить. Я как-то не вникала во все эти вопросы. Платим и платим. Спасибо. Кто может ответить домой? Ну, закон о гаражной амнистии действительно планируется к принятию. Мы ожидали его принятия в этом году, но пока... Скорее всего, в первом квартале. Да, наверное, первый квартал все-таки будет следующего года. Он упрощает процедуру оформления прав на гаражи, если нет никаких документов. Вопрос с землей, особенно для города Твери, это вопрос очень сложный. Потому что у нас гаражным кооперативам земельные участки кому-то предоставлялись на праве постоянного бессрочного пользования, кому-то предоставлялись всему гаражному кооперативу на праве аренды. Где-то под конкретным гаражом формировались конкретные отдельные земельные участки, предоставлялись на праве пожизненаследованного владения конкретному гражданину, собственнику этого гаража. Поэтому ситуация здесь такая разная. Что посоветовать этой женщине? Посоветовать, наверное, до 2024 года, пока время есть. Законодательство у нас меняется, вы сами знаете, как очень быстро и стремительно. Все эти разъединились клянусь, что больше ничего не будет меняться. А кто расходит новый налог? Возможно, здесь законодатель пойдет по пути, в том числе и упрощение оформления прав на землю собственниками гаражей. То есть такая вот ситуация, когда часть кооператива аренда, часть кооператива собственности, часть кооператива по старому срочному пользу, чтобы было все как-то единообразно для всего вот этого объединения автолюбителей. То есть, короче, женщине надо подождать пока? Мое мнение, да. Подождите пока, у вас еще есть целых 4 года, чтобы решить ваш земельный вопрос. К вопросу, значит, то есть не стоит заниматься самодеятельностью с моралью? Я бы даже как вообще частное лицо, да, там не директор агентства, я бы не стала. Я бы лучше обратилась к профессионалам, которые могут это все проверить и провести сделку. Ирина. Скажу, как бы есть принципиально, кто не хочет обращаться, считает, что он может сам. Ну, как бы для них могу посоветовать только единственное, тогда уж себя страховать. Во-первых, если нужно понять, что делать и как, в МФЦ сейчас есть и процедура консультации. Если у них происходит, значит, соответственно, сделка, там кто-то по доверенности. Сейчас на сайте Нотариальной палаты Российской Федерации есть сервис, позволяющий проверить действия доверенности. Обратить внимание тогда на возраст, кто им продает. То есть лица уже преклонного возраста должны иметь, это, например, говоря о том, что нотариус, да, при совершении сделки с лицами старше 60 лет требует справку на день совершения сделки, что лицо находится в состоянии совершать, да, в способном состоянии. Соответственно, возраст обратить внимание, да. Даже требуется заключение, не справку, а заключение. И внимательно, ну, как бы к документам. Если кто вот считает, что вот он сам, воспользоваться тогда всеми возможными сервисами, которые сейчас есть. Но если, как бы, кто-то технически не может, не знает и не хочет воспользоваться услугами риэлторских компаний, там, юристов, пожалуйста, заверьте сделку у нотариуса. За все будет отвечать нотариус. Вы оплатите сумму, она сделает запросы, необходимые справки и так далее. И уже под свою ответственность совершит эту сделку. И в том числе направит электронно в МФЦ все документы, не придется никуда. В Росреестр напрямую будут отправлены документы, потому что это нотариальная сделка. Да, это будет дороже. Это, ну, к тем, кто как выбирает. Если же, соответственно, есть категория, у которых есть свои риэлторские компании, юридические, тут мы, конечно, работаем, проверяем, помогаем. Мы также смотрим возраст, прописанные, историю, границы, участков. Есть категории дел, которые вообще, в принципе, должны через нотариаль. Да, которые обязательно, те обязательно. Да, но если сделка не подходит, например, под эту, ну, просто, да, быть максимально внимательным, да, наверное, пройти на консультацию, может быть, в МФЦ, если есть какие-то вопросы, да, настоять на то, чтобы лично с лицом совершать. Я вот по доверенности, например, не против совершения сделок, но я людям всегда говорю, вы хотя бы один раз увидите, кто вам продает. Ну, вот в глаза, в глаза, поговорите, то есть, да, и так далее. Потому что сейчас с Ярвис есть проверки, доверенность может быть отменена в один день, а вы выходите на сделку, она уже не действует, да. Человек доверенность выдал, его нет, он там прописан где-нибудь в Москве, вы совершаете сделку, а это умершее лицо. И Росреестр тоже не может проверить, да, как бы, действия доверенности. То есть... Почему? Действия доверенности мы, наоборот, как раз проверяем. А, ну, через сайт. Да, через сайт Нотариальной палаты, да, как бы у нас регистраторы имеют доступ, и эта проверка идет. Да, как бы каждый волен выбирать самому все это делать, либо обращаться к профессионалу, будь то риэлтор, будь то нотариус. Да, действительно, есть ряд обязательных, подлежащих Нотариальному удостоверению сделок. В первую очередь, сделки с имуществом и с участием несовершеннолетних. Это гарантия. Это сделки с долями в праве общей собственности по отчуждению, да, долей, чтобы не плодились эти резиновые квартиры. И да, действительно, все это идет через Нотариат. Нотариат проверяет, Нотариат запрашивает все возможные справки. И регистрация в данном случае происходит в течение, позднее следующего рабочего дня с даты подачи документов. На что хотелось бы еще обратить внимание, если гражданин хочет совершить самостоятельную сделку, либо доверившись профессионалу все-таки перепроверить, не пользоваться левыми сайтами по получению информации. У нас есть два официальных источника получения актуальных сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Это личный кабинет правообладателя, да, на сайте Росреестра можно зарегистрироваться и через этот личный кабинет подать заявление на получение сведений из ИКРН в отношении любого объекта недвижимости. Ну, для этого, да, то есть это росреестр.ру, сайт официального Росреестра, где у нас располагается личный кабинет и возможность подачи документов, в том числе и на регистрацию, на кадастровый учет, на получение сведений. Относительно недавно появился новый сервис по получению достоверных сведений из ЕГРН. Это сервис кадастровой палаты, его адрес spv.kadaster.ru. Здесь также можно получить информацию о любом объекте недвижимости, который вас интересует. Хотелось бы обратить внимание, что для того, чтобы полноценно пользоваться вот этими двумя ресурсами, необходимо иметь авторизацию на сайтах госуслуги. То есть это не любой там дядя Ваня зашел и посмотрел мою недвижимость, нет. Необходимо подтвердить свою личность на госуслугах и запрашивать любую информацию. Информация ограниченного доступа предоставляется только правообладателям, правообладателям, судам, правоохранительным органам. Но общедоступная информация, там без паспортных данных, кто является правообладателем этой квартиры, пожалуйста, это можно получить. Но левые сайты, которые, если зайти в поисковик, можно увидеть множество предложений, купить выписку из ЕГРН, заказать выписку из ЕГРН, мы боремся. На сегодняшний день у нас порядка 22 сайтов было закрыто таких. Привет, извиняюсь, у нас на сегодняшний момент еще один телефонный звонок. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чтобы я не хочу попасть, опять в неприятную ситуацию. У нас, допустим, небольшие участки есть, кооперативы, ну, по 3-4 сотки. Умирают родители, дети продают. Я купила один участок, потом второй. У меня получилось в 8 соток. Пошла к адаптному инженеру, решила как бы сделать объединение. Объединение сделали, все документы подготовили, планы там была, везде по администрациям ходила, потом отнесла в единое окно, что просто реестр зарегистрировался, поняли, да? Прошло 2 недели, мне выдали документ, что я теперь собственник 8 соток, все прочее. Прошел год, наступает второй, жду, налога нету. Я пенсионер, за 2 сотки должен быть налог. Пошла, в конце декабря, в прошлый год, пошла я в налоговую инспекцию. Девочки, так и так, мне не пришел налог, посмотрели. Да, 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 ну, наверное, долго эти документы подождите еще. Ну, я подожду, декабрь, смотрю, приходит январь, конец января. Мне приходят, ты идите в налоговую инспекцию, сват штраф за то, что вы продали имущество, а не платили налоги. Но я схватила все документы, побежала туда, говорю, девочки, ну как же так, я же сделала объединение, я ничего не продавала, у меня вместо 2 участков от 4, теперь 8 соток. Все проверили, извините, извините, все нормально. Вот сейчас у меня опять один сосед умер, я еще 4 сотки покупаю. И в конце декабря опять хочу сделать объединение. Что мне правильно сделать, что у меня опять бы не сказали, что я все продала, я не платила налоги. Спасибо вам за звонок, да, как вам, мне везет с соседями, и, наоборот, и с вами. А по поводу налогового, если у вас какие-то вопросы останутся, у нас в понедельник будет налоговая инспекция здесь в гостях, так что звоните нам, пожалуйста, еще раз, и они наверняка ответят. А пока, дамы, что можете ответить? Ну, могу, наверное, подсказать. У нас взаимодействие с налоговой службой происходит в электронном формате, мы предоставляем сведения о зарегистрированных правах в рамках еженедельных выгрузок, и также делается годовая выгрузка. Если по какой-то причине вы не получили налоговое уведомление на уплату налога, вот в текущий период, когда вы приобрели имущество, либо вы совершили какое-то действие, в том числе объединение разделения принадлежащего вам объекта недвижимости, лучше обратиться либо в налоговую службу, либо в Росрегистр, чтобы мы проверили, ушли ли от нас эти сведения или нет. Возникают сложности, там не проходит форматно-логический контроль по тем или иным причинам, либо это все устраняется, и сведения передаются в налоговую. Но вот как вот говорили наши коллеги из налоговой, если вы получили налог на имущество, которое вам не принадлежит, то лучше заплатить налоги, а потом получить возврат этих уплаченных налогов, чтобы не капали пени. Но вопрос очень сложный, да, действительно, наверное, лучше к налоговой. То есть в налоговую человек лучше обратиться, да? Если не получили налоговое уведомление, либо получили налоговое уведомление ни о чем... Она, я так понимаю, беспокоится, что вот хочет еще расширить свою поместь, а как бы опять не получил, что... Тут, может быть, чисто такой технический формат, они получили сведения прекращения права, прекращение, возникновение права. От слова прекращение права они написали письмо, что вы, наверное, продали, купили участок в 800-х. Значит, наверное, сверечная логика. Нет, поймите, кадастровые номера одного участка и второго были разные. Объединился, появился единый номер. То есть этих не существует, появился общий. Соответственно, первый, когда я его вижу, я тоже подумаю, либо это объединение участка, ну, может быть, по адресной части похоже, да? А, возможно, продажа двух и покупка соседнего на 8 соток. А проверить не судьба, точно? Они получают сведения с информацией. Формат сведений, он дорабатывается у нас каждый год по передаче сведений. И действительно, до этого налоговая служба не видела предыдущие кадастровые номера. Как коллега сказала, действительно, идет объединение, появляется третий кадастровый номер. Два земельных участка, из которых они образовались, они указываются в предыдущем. Сейчас эти сведения указываются. У нас сейчас идут форматы взаимодействия с налоговой точечной, да? По обращению граждан, по обращению юридических лиц мы проверяем, догружаем, выгружаем, передаем. Поэтому формат сверка, вот новый формат, который у нас появился с налоговой службой, когда бывает каждый год человек получает налоговое уведомление, у нас в базе все хорошо, налоговая опять выставляет уведомление о плате налоги. Начинаем разбираться, действительно, при новой загрузке сведений, все старое затирается, новое появляется. Это все работает, это у нас в постоянном взаимодействии с коллегами из налоговой службы, и пачками рассматриваем такие обращения, и стараемся помочь в максимально короткие сроки. Я как бы резюме подведу, то есть есть вот сервис, да, предыдущий кадастровый номер, к чему говорили, раз человек говорит, что это было там год назад, там полтора, да, вот пока она разбиралась с этой ситуацией, то этого не было. Сейчас это есть, то есть, соответственно, если она еще раз объединит участок с чем-то, то сейчас уже налоговая получит сведения, новый кадастровый номер и два предыдущих. У нее не возникнет вопроса, что кто-то продал. То есть при дальнейшей... То есть проблем больше у человека не должно быть. Не должно быть, то есть оно, ну, как бы, сейчас более, да, расширено, более корректно идет. Доработали. Да, то есть дорабатывается система, которая, ну, будет... Понятно, наш эфир уже подходит к концу, к сожалению, хочется такой еще вопрос задать. Известная проблема, человек покупает участок земельный возле водоема, и, конечно же, ему хочется, чтобы, как люди говорят, в трусах выйти прямо в своего поместья, непосредственно в воду, искупаться. И, соответственно, очень часто люди перегоражили слишком близко с границы участка, забор стоит и так далее. Как посчитать-то, откуда начинаются вот эти самые... До тебя мне четыре шага в данном случае, до водоема, чтобы не перегораживать доступ? Ну, водоохранная зона, она у нас устанавливается в соответствии с водным законодательством, да, и установлена в зависимости от конкретного, да, там, от конкретной категории водного объекта, соответствующая, да, у нас ширина водоохранной зоны, она считается от уреза среднегодичного, 20 метров от среднегодичного уреза воды, да, считают это специально обученные, извините, люди, которые это все устанавливают. А если русло поменялось, так все это бывает? Все также это учитывается, в том числе, когда кадастровый инженер выезжает на место, делает границы этого земельного участка, он также это описывает, эту водоохранную зону, если видеть, да, что она там поменяла русло. Тут все эти постоянные проблемы, все эти трения и конфликты. Трения и конфликты возникают в связи с тем, что раньше земельные участки предоставлялись водоохранной зоне, да, беспрепятствием. Вообще? Да, но перегораживать их нельзя было. Ты можешь пользоваться этим земельным участком, но ты обязан обеспечить доступ к водоему. Забора быть не должно. Забора быть не должно. И за появлением этих заборов следят у нас органы муниципального контроля земельного и государственного земельного надзора. Поэтому, если такие ситуации возникают, то, естественно, приедет земельный инспектор и проверит законность возведения, перегораживания, да, доступа к водному объекту. Ну, понятно, любое ограждение водного объекта является незаконным. Любое? Любое. Неважно, это частик там... Без разницы. У нас водоохранная зона, она прибрежная полоса, она является местом общего доступа. Общего пояса. Каждый должен пройти без препятствий. Она в любом месте, независимо, напротив, дом, не дом. И то, что хочется выйти к себе, выходи за свой забор на общий пляж. Ну, вот как-то так. Ну, что ж, и если вкратце, тоже у нас буквально минута. Скажите, современная технология цифровизации, когда-нибудь наступит такое время, когда, может быть, квартиру купить? Ну, для этого выйти надо будет только для того, чтобы поставить подпись. Хотя и подпись вроде электронная. Электронная подпись. Но выйти все равно, мне кажется, надо, потому что, не увидя друг друга... А чем нужно смотреть-то? Ну, чтобы удостовериться, что это он действительно... Ну, он люди удостоверили в 92-м году, что это он, а он его наказывается. А он его наказывается, да. Но сейчас немножко другое время. То есть, полной цифровизации не будет. Покупаем он сейчас онлайн, вот, ботинки, правильно, покупаем. Тут такого не будет. Ну, мне кажется, мы планомерно идем, да, к упрощению, систематизации. Ну, может быть, такая возможность появится, но всегда у нас, как в России появляется, это право воспользоваться, да, ну, не обязанность. Соответственно, кто хочет лично жать руку, тот, наверное, будет. А кто захочет не выходить из дома, тому, я думаю, прогресс дойдет, будет у него возможность. И через ДЦП послать вот так же, да, через личный кабинет документы, если он там что-то... На данный момент тоже сейчас есть проведение удаленных сделок. Да, межрегиональные сделки. Межрегиональные сделки в электронном виде, в бумажном виде, да, вот если там, не выходя из дома, не обязательно ехать в то же самое, там, Калининград или Тулу, для того, чтобы оформить недвижимость, приобретаемую там. Это у нас работает уже давно, экстратериальный принцип подачи документов на регистрацию, на кадастровый учет. Можно прийти в Тверь, там, Горького, 27, и там подать документы на имущество, находящее в другом регионе. На перспективу, да, вот, насколько я знаю, сейчас у нас планируется внедрение, так, электронного нотариата, совершенствовать, да, этой системы, когда два нотариуса в разных городах, два продавец и покупатель в разных городах, они приходят к нотариусу и дистанционно в электронном виде совершают сделку. Это абсолютно будет востребовано, да, как правило. Ну, а сейчас есть тоже такое, да. Понятно. Ну, мы, к сожалению, вынуждены завершить наш эфир. Была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о недвижимости. Не все вопросы мне удалось задать, какие хотел, поэтому я приглашаю дамы еще раз на такую же встречу. «Тема вечная», что называется. Спасибо, что смотрели нас, спасибо, что нашли время и пришли. Это была программа «Тема дня». Хороших вам сделок по недвижимости. И здоровья вашим соседям. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова